Добрый вечер! Вы смотрите новости в студии Елены Самариной. Вот основные темы выпуска. Генеральный директор КАМАЗа, член правления Бюро Российского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Кагогин посетил Алтайский завод прецизионных изделий. Чага Байрам, традиционный Алтайский Новый год, отпраздновали в Республике Алтай. Уже второй раз подряд он прошел на всесезонном курорте Манжирок. Генеральный директор КАМАЗа, член правления Бюро Российского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Кагогин посетил Алтайский завод прецизионных изделий, осмотрел производство и обсудил с промышленниками региона вопросы импортозамещения в отрасли. Подробности в материале Глеба Полянского. Алтайский завод прецизионных изделий – традиционный поставщик топливной аппаратуры для дизельных двигателей, в том числе для грузовиков КАМАЗ. Гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин осмотрел производство. На предприятии его активно модернизируют и осваивают новые изделия для обеспечения технологического суверенитета России. Мы очень рады, что это сегодня в топливных системах номер один предприятие в России. И практически 50% объемов – это поставки на КАМАЗ. Вот это наш объем сотрудничества. Никто в стране не может делать то, что делают здесь. В честь и сказать Алтайского завода, они выполнили то, на что мы их ориентировали по выпуску современных топливных аппаратов для двигателей КАМАЗ. Особое внимание Сергей Кагогин уделил новому оборудованию. Оно закуплено и запущено в работу благодаря госпрограммам поддержки промышленности. АЗПИ приступил к серийному выпуску элементов топливной аппаратуры «Коман Рейл», которая ранее в России не производилась. Это значительный успех на фоне ухода с российского рынка западных производителей. Наш автопром в минувшие два года испытал стресс, но благодаря грамотным управленческим решениям получил и новый импульс развития. «Правильная политика была сформирована, исходя из нашего апрельского совещания в Санкт-Петербурге с Владимиром Владимировичем Путином, где мы, командиры автопрома, озвучили, какие проблемы существуют и попросили пути решения. Это позволило сохранить все основные предприятия. Фактически выросли объемы на 16% за 23-й год. Все вышли на докризисный уровень». Задачи перед заводом прецизионных изделий стоят впечатляющие. Руководство КАМАЗа намерено в четыре раза увеличить объем закупаемой продукции для комплектования своих двигателей топливной аппаратурой алтайского производства. Все это потребует значительных усилий со стороны предприятия, но и перспективы сулит оптимистичные. Глеб Полянский, Дмитрий Козерлыга, Новости. Расписание междугородних автобусов может меняться в Алтайском крае из-за сильных морозов. Об этом сообщил министр транспорта региона Антон Воронов на оперативном совещании правительства. Некоторые перевозчики вправе отменять рейсы до удаленных населенных пунктов. Это нужно для безопасности пассажиров. Алтай-пригород, напротив, по запросам жителей края, будет наращивать перевозки в праздничный период. Мы говорим про Славгород. Есть такая практика. Ее отработали в новогодние каникулы. Также ее повторим 23 февраля. Значительная часть будет перевезена с железнодорожным транспортом. С 21 по 24 февраля в направлении Славгорода каждый день будут курсировать по 12 вагонов. В направлении Рубцовска – 17. В Бийском направлении – не менее 10 вагонов. Добавлюсь, с 19 по 23 февраля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ожидается аномально холодная погода. Местами столбики термометров опустятся ниже 35 градусов. Автовоз со спецтехникой отправили из Барнаула в зону проведения специальной военной операции. Так, пять автомобилей доставят в Славяно-Сербск. Оттуда их распределят по заявкам от военных частей. Всего барнаульские предприниматели совместно с администрацией города и депутатским корпусом собрали 10 единиц специализированной техники. Их укомплектовали дополнительными комплектами колес, инструментов и тросов. Всем, что необходимо для выполнения боевых задач. Кроме этого, вчера мы домкомплектовали еще груз, купили новые аккумуляторы, новые насосы, новую резину всесезонную, тросы, инструменты, запчасти, для того, чтобы ребятам был этот груз полезен. Дополнительно все это мы сделали. Мы делаем это от души. Мы не первый раз это делаем, но так глобально подошли к этому первый раз. Отправили машины. Вы знаете, наша цель, мы же понимаем, мы спасем десятки, а может сотни жизней. При отправке груза присутствовали глава города Вячеслав Франк, депутат Барнаульской городской думы 8-го созыва Вячеслав Перерядов и руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк. По их словам, такая помощь бойцам необходима. Собрали все самое важное. Так бойцы получат не только машины ВАЗ и УАЗ, но и тепловизоры, а также необходимые материалы для лаборатории беспилотных летательных аппаратов. Мы идем все вместе. Организована сегодня такая отгрузка с таким объемом машин. Готовится еще партия. Около 10 машин мы еще отгрузим. Я думаю, что это в марте произойдет. Обязательно, конечно, мы отгрузим и свои традиционные конвои по 20 тонн. Совет женщин сейчас готовит свои подарки, посылки от наших школьников, от жителей города. Поэтому мы все присоединяемся и все достаточно активно участвуем. Вместе с машинами на передовую отправили посылки с подарками для наших военнослужащих, собранными в ходе акции «Материнское тепло солдату» по инициативе Совета женщин при главе города. Это средства личной гигиены, медикаменты, сладости, пакеты с финиками. Всего таких индивидуальных подарков собрали около 700. Останавливаться не собираются. Следующий груз планируют отправить ко Дню защитника Отечества. В Барнауле начался инженерный хакатон 2024 при поддержке детского технопарка «Кванториум-22». В мероприятии приняли участие более 80 юных инженеров из городов и районов края. Инженерный хакатон для школьников проводят уже третий год на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. В 2024-м в нем приняли участие 25 команд из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Славгорода, а также из Поспелихинского и Топчихинского районов. Это изготавливать больше и при этом сохранять здоровье наших сотрудников. Необходимо будет разработать концепцию устройства для выполнения операций зазинковки в автоматическом режиме. Партнеры проекта – крупнейшие промышленные предприятия края. Барнаульский котельный завод, машиностроительный завод «Тонар» и системообразующие предприятия. Юные инженеры получат кейс из 11 заданий, которые базируются на реальных производственных задачах. В данном инженерном хакатоне у нас представлено сразу более семи кейсов. Это кейсы для различных предприятий от вокзалов до производственных предприятий. Они затрагивают разные направления нашей совместной работы. Это и робототехнику, и умное освещение, и различные более специфические технические моменты, включая установку башмаков в дорожных станциях. Школьницы из Барнаула Анастасия Федянина и Елизавета Мирошниченко участвуют в хакатоне уже не первый год. Обе занимаются робототехникой. Они уверены – их знания помогут им в решении задач. Мы планируем вообще связать данный конкурс с компанией «Тонар». Пока с кейсами еще не разобрались, сейчас планируем поговорить с представителем компании и уже окончательно решить. Как отмечают организаторы, работа инженера на данный момент самая востребованная и нужная во многих сферах – от строительства до промышленного производства. «Востребованность в кадрах как рабочих профессий, так и специалистов в инженерных области, оно сейчас актуально и востребовано у нас в крае, не только у нас в крае, но и по всей стране в том числе. Потому что наращиваются темпы производства, а инженеры на производстве в любом случае нужны». Хакатон продлится три дня. За это время участники должны разработать несколько проектов для партнеров. Однако это мероприятие не только о работе. Школьники и студенты не только смогут создать проекты для предприятий, но и получить интересный опыт, найти новых друзей и наставников. 20 волонтеров из разных уголков региона отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Торжественная встреча прошла сегодня в Алтайском государственном педагогическом университете. Студенты получили слова на путстве от зампредседателя правительства региона Дениса Губина и начальника краевого управления молодежной политики Екатерины Читошниковой. Поддержать ребят пришли волонтеры фестиваля 2017 года. Фестиваль организовали в целях развития международного молодежного сотрудничества по указу президента России Владимира Путина. В марте на федеральной территории Сириус соберутся 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, культуры, благотворительности и других направлений. Событие масштабное, поэтому без помощи волонтеров не обойтись. Чтобы все успеть, они вылетают в Сочи за неделю до старта. На фестивале будет огромная программа отдельно для волонтеров фестиваля. И у ребят очень много задач, очень много функций, которые они будут выполнять. Они будут работать и атташе, они будут сопровождать иностранные делегации. Они будут работать с участниками, у них своя творческая концертная программа. Они задействованы на открытии и закрытии этого грандиозного события. Поэтому им нужно подготовиться, им нужно сориентироваться на огромной площади Сириуса. Волонтеры проходили подготовку в Алтайском центре развития добровольчества. Но на этом обучение не заканчивается. Студентам предстоит освоить некоторые навыки уже на площадке фестиваля в Сочи. Каждый волонтер получает некоторые эмоции, каждый для себя что-то по-разному. У кого-то адреналин, у кого-то новый опыт еще какой-то. И все это объединяет всех нас, и мы это все в совокупности тоже каждый получаем. И потом это можем использовать где-то опыт, потому что он растает. И нам просто всегда интересно помогать и в разных мероприятиях, и участвовать в них, особенно в таких масштабах. Молодежный патриотический фестиваль «Ода русскому солдату» прошел в Косехе в 21 раз. Он посвящен памяти ветерана Великой Отечественной войны про образа знаменитого памятника советским воинам-освободителям в болгарском Пловдиве Алексею Скурлатову. Участие в фестивале приняли более 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Они прочли стихи, представили театральные постановки, исполнили песни. Помимо членов жюри, за артистами наблюдали около 200 зрителей. Я всегда выбираю для конкурса, для этого очень такие серьезные патриотические песни, чтобы передать, наверное, боль, донести до людей то, что происходит на войне. Почетными гостями фестиваля стали музыканты Духового оркестра Управления Росгвардии по Алтайскому краю. В память о легендарном земляке они исполнили известные мелодии военных лет и патриотические песни. Алексей Иванович – это человек легенды, поэтому данный фестиваль имеет особое значение для жителей Алтайского края. Тема патриотизма, любви к родине, служения Отечеству сегодня актуальна как никогда. И поэтому для нашего коллектива очень почетно и приятно выступить на этом фестивале, показать свое творчество. В годы войны Алексея Скурлатова трижды считали погибшим на фронте. Несмотря на ранения, он дошел до Болгарии. Домой в родную Налобиху вернулся в ноябре 1946 года, где жил до самой смерти. Алексея Ивановича не стало в 2013 году. Среди наград нашего земляка – два ордена Красной Звезды, медали за отвагу, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Чага Байрам – традиционный Алтайский Новый год отпраздновали в Республике Алтай. Дата смены годового цикла определяется по лунному календарю, поэтому является плавающей. Так что празднование может выпасть на февраль или март. Наступление Нового года в эти дни отмечают многие народы России – тувинцы, буряты, калмыки. Уже второй раз подряд праздник прошел на всесезонном курорте Манжирок. Молоко и хлеб – дар матери огня от Эне. Его разводят в священном месте окуренным веточками можжевельника. Это растение, у которого есть душа по древним алтайским поверьям. Традиционное моление – это обращение с просьбами к духам. Много просить не следует. Духи сами дадут необходимое, если помыслы человека чисты. Так встречают Алтайский Новый год. Или праздник Белого месяца, или просто белый праздник Чага Байрам. Национальный праздник Чага Байрам на курорте Манжирок мы проводим уже второй год. Это свидетельство того, что курорт – это не просто современный комфортабельный отель со всеми инфраструктурными объектами, но в первую очередь это площадка, мультикультурная площадка, в том числе, где наши гости могут соприкоснуться с самой древней культурой. Чага Байрам отмечают по лунному календарю – на второй, четвертый или шестой день новолуния. Поэтому дата плавающая. Традиционный Новый год празднуют не только на Алтае, тувинцы, буряты, калмыкии в России, монголы и даже народы Тибета и Индии приветствуют таким образом поворот от зимней стужи к весне. Мы на самом деле приехали сюда на спортивные соревнования, привезли детей, но неожиданным образом попали на праздник. Это все здорово, интересно, знакомство с новой культурой, с новой этникой, с такой замечательной музыкой, с такими красивыми танцами. Традиции нужно сохранять обязательно, конечно. Я считаю, что история своей страны, культура, особенно малых народов, народов России, это объединяет. Чага Байрам знаменует приход года Дракода. Он считается суровым, так что в преддверии надо показать удаль и силу, готовность достойно преодолеть все его вызовы, участвуя в национальных играх. Для гостей же праздника из других регионов Алтайский Чага Байрам – это шаг в сторону развития событийного туризма. Алта – это природа, это горные лыжи, это инфраструктура, а еще это яркие праздники с национальным колоритом. Таким должен запомниться манжерок туристам. Максим Милосердов, Анатолий Коваленко, Новости. О спорте. В Алтайском крае завершились соревнования ракетных войск стратегического значения по зимнему офицерскому троеборью и армейскому рукопашному бою. У соревнований было несколько этапов. Первый – стрельба из пистолета Макарова. Отстрелять нужно несколько магазинов. Самая основная трудность состоит в том, именно в самом человеке, как он настрой. Именно настрой его на стрельбу. Любое волнение, оно сразу же выводит тебя из колеи. Потому что сам пистолет Макарова, он нежное оружие, требует внимания, твердой руки. После успешного завершения стрельбы участники переходят ко второму этапу – плавание. В этом испытании требуется показать выносливость, силу и быстроту. Пройти дистанцию от 50 до 300 метров. Это очень серьезное упражнение у нас для молодых офицеров. Нужно проплыть 300 метров вольным стилем. Не у каждого это получается, потому что не у каждого есть счастье бассейн. Приходится ездить за несколько километров, чтобы свой навык этот поддерживать. Но, наверное, это наиболее такой слабый вид в офицерском троеборе, который требует, наверное, серьезной подготовки и серьезный затрат усилий. Все остальное под рукой, все остальное рядом. Можно тренироваться, можно заниматься в любое время. Лыжная гонка – заключительный этап зимнего офицерского троеборья, где у каждого спортсмена еще есть возможность набрать максимальное количество очков и занять лидирующую позицию в сводном протоколе. Дистанция гонки варьируется от 3 до 10 километров. Эти соревнования – отбор для участия в чемпионате вооруженных сил России. В итоге была сформирована сборная ракетных войск стратегического назначения. Первое место заняла команда Владимирского объединения, второе – Омского объединения, третье – Оренбургского объединения. И к этому часу пока все.